Нас натолкнула фраза профессора Острецова о том, что вслед за остановкой энергоблоков в Украине, ради чего и было все затеяно, последует дальнейшая остановка ядерных блоков в Европе. И вот размышляя о том, зачем это и как это может получиться, мы сейчас и перейдем к нашим выкладкам. Итак, давайте с вами вернемся в печально знаменитый 90-91 год, крах Советского Союза и представим себе совещание, ну где-нибудь в Лангли, в штаб-вардере ЦРУ или в Рент Корпорэйшн или еще где-нибудь, там где собственно говоря решают судьбы мира. Собраны старшие офицеры, аналитики и прочие и звучат примерно такие слова. Ну что, господа, теперь мы, собственно говоря, единственная сила в мире, равные которых нам нет. Советский Союз сокрушен, более того, есть стопроцентная вероятность, что в дальнейшем он станет прямой, Российская Федерация и все, что осталось на постсоветском пространстве, станут прямыми колониями Соединенных Штатов Америки в той или иной форме. Что, собственно говоря, и произошло в дальнейшем. Сегодня, кто бы нам что ни говорил, мы продолжаем утверждать, что Кремль, это вассал прямой, находится в прямом подчинении Госдепа США и все их россказни и показные сварки на публику, это всего лишь спектакль галахов, особенно в свете того, что рассказывал нам господин Острецов. Итак, ну что, как бы да, все, история завершилась. А нет, история, конечно же, на этом не завершилась. И абсолютно очевидно, что уже тогда было понятно, что растет новый молодой старый хищник, то, что он растет, не могли видеть аналитики, о которых мы говорим, тем более разведка, тем более все остальное. Этот хищник назывался по-новому и по-старому. Он назывался Германией. И то, что произошло дальше, объединение в Евросоюз, фактически было описано еще в книге Mein Kampf, в планах фюрера и так далее, все это называется четвертый рейх. И сегодня ни для кого не секрет, что Евросоюз это доминант, экономический доминант и локомотив там Германия. А там, где Германия становится локомотивом, рано или поздно возникает понимание того, что на этом континенте, что на европейском континенте военные базы США и все американское влияние, это дело абсолютно лишнее. И недаром профессор Острецов в своем рассказе, помните, упоминал немецкого физикоядерщика, который согласно кивнул головой на тезис об уничтожении такой структуры, как Соединенные Штаты Америки. Понятно, что мог произойти перехват в будущем, когда, скажем так, немецкий инженерный гений мог бы соединиться с ривыми ресурсами колониальной России. И тогда мы бы увидели США или кто там за ними стоит, увидели бы тот же самый индустриальный или прорывной взрыв, который уже один раз случался, когда фактически союз между Советским Союзом и Германией и фюрера привел к неслыханному развитию и науки, и техники, и экономики в обоих странах. И только путем того, что были, стравили две величайшие армии мира, этот прогресс удалось остановить. Но в этот раз, как быть в этот раз, хотя Россия и колония. Надо понимать, что была еще одна угроза. За время, так сказать, нефтяного века арабским миром были накоплены колоссальные денежные средства за экспортированную нефть. И никуда так была поставлена ситуация, что эти деньги никуда невозможно было вложить, кроме безумного строительства различных курортных центров и так далее, мало что значащих для реального развития этих стран. Все попытки арабов выйти на какие-то прорывные технологии, научно-технические разработки, не дай бог военно-промышленный комплекс, пресекались самым жестким образом. Ну, как классический пример, позвольте вам напомнить судьбу жениха Леди Дианы, да, Великобритании, того самого египтянина, миллиардера, которым на все его миллиарды разрешили разве что купить старый универмаг в центре Лондона. А когда он полез туда, куда не надо, то, собственно говоря, на этом его жизнь и жизнь Леди Дианы оборвались. Точно так же дали арабам по рукам, когда они хотели скупить все морские порты в США. Была такая интересная операция ЦРУ. И, в общем-то, арабский мир испытывал очень серьезное беспокойство, потому что все деньги, которые они зарабатывали, у них накапливались, они вынуждены были вкладывать в ценные бумаги, в так называемые государственные облигации США. А это же дело такое. По этим облигациям могут заплатить, а могут-то, собственно говоря, и не заплатить, как показала судьба облигаций 30-х годов Соединенных Штатов, которые до сих пор чемоданами ходят по миру, и различные аферисты и мошенники пытаются рассказать, что за эти бумаги можно получить какие-то неслыханные деньги. Но примерно с конца 90-х Российская Федерация начала искать выходы. На Объединенную Исламскую Конференцию было создано несколько очень интересных структур. В общем-то идея была очень и очень правильная. Эту идею исповедовал Евгений Максимович Примаков, отец сегодняшней внешней разведки Российской Федерации, который не без основания полагал, что тому багажу прорывных высоких технологий, которые накоплены за время Советского Союза и не получили развития в Российской Федерации, не хватает только широкомасштабных инвестиций. А эти инвестиции мог дать арабский мир. И так складывается ситуация. Развивающаяся Европа, 400-миллионный рынок, в котором доминирует Германия, полностью восстановившая свой промышленный потенциал, нависает арабский восток с триллионами долларов и огромный колониальный сырьевой предаток России, которая вроде как контролируется, но какие-то силы в ней бродят. И вот наступает тот самый урановый голод и становится совершенно понятным, что задача двоякая. Ну и представьте себе ставится задача официарам, аналитикам. Ребята, надо как-то так уделать Европу, а вместе с ней Германию, чтобы это выглядело совершенно естественно, что вот оно так получилось. Ну не виноваты мы. А мы опять остались за океаном, нетронутыми, целыми, и опять, может быть, выступили спасителями европейского континента. А может и нет. А время покажет. Но то, что уделать Германию и Евросоюз надо, и срочно не подлежало никакому сомнению. И так как американцы, знаете, когда я говорю американцы, я уже не раз об этом говорил. Надо понимать, о ком мы говорим. Сейчас мы говорим так, взагалей американцы, хотя это понятие сложное. Скорее всего, эти люди, даже не скорее всего, а эти люди не имеют никакой национальной или государственной принадлежности. Вы знаете, что я их люблю называть лица финансовой национальности. И вот, так как они никогда не играют короткие партии и всегда играют за все стороны, была придумана некая операция, сейчас мы еще не знаем, как она называется, но я думаю, что наши ребята, которые входят в Комконг с американской стороны, рано или поздно откроют нам на это глаза. По крайней мере, мы об этом их попросим. То была придумана широкомасштабная операция. В чем же, собственно говоря, она состояла? Первое. Она состояла в двух фазах. Даже в трех. Первая фаза – это арабская весна. И вторая фаза – так называемая русская весна. Ну и все, что случилось с Украиной. Арабская весна была развязана чередой революций. Вы все знаете, Египет, Ливия, теперь Сирия. В общем-то, арабский мир пришел, сегодня приводится в такое состояние, что ему уже не до инвестиций. Им бы выжить. А с другой стороны, это породило огромный поток беженцев, мусульман, которые ринулись от того, что происходит у них дома, в Европу. Последствия этого вам всем известны и наблюдаются каждый день по телевизору. То есть, сегодня Европа представляет собой огромный плавильный мусульманский котел. Чем, образно говоря, были, знаете, в этом были утоплены все национал-социалистические движения Австрии, Германии, везде, где поднимали голову правые, во Франции, в Испании. Они просто оказались не готовы к такому нашествию сарачи и резкому изменению обстановки. К тому же, эти люди, которые приезжают туда и продолжают приезжать, это люди без сантиментов. Они не немецкие, ожеревшие бюргеры, или австрийские, или еще какие-то. Они готовы к уличным схваткам, к нациям. Они вообще готовы ко всему, что угодно, лишь бы им выжить и утвердиться. Итак.